Высота этой ёлки достигает 29 метров. В этом году установленная ёлка считается самой высокой в стране. На установление каркаса и украшения этой ёлки мэрия выделила около полтора миллиона сомов. Ещё около 900 миллионов из местного бюджета было потрачено для украшения вокруг ёлки. Если хорошенько приглядеться, то можно увидеть, что у макушки ёлки оставили старые ветки, а у подножия пределана новая зелень. Представители мэрии заявляли, что из-за ветра прошлогодняя ель пришла в негодность. К 2020 году из бюджета мэрии уже не понадобится денег на ёлку. Такое решение было принято в целях экономии. Я не сколько как представитель мэрии, а как обычный горожанин, считая, что полтора миллиона – это нормальная сумма. Её хватит на несколько лет. В общем, эта сумма превышает 2 миллиона сомов. Стоило ли тратить на двухнедельный праздник такие деньги, распределять налоги простых граждан в более нужном направлении – прямая ответственность местных властей? Такое мнение высказал общественный деятель Толюган Гельдебаев. По его мнению, эти украшения на самом деле не стоят указанной суммы. Она, по моим оценкам, стоит 100 тысяч сомов. Цена в полтора миллиона сомов никак не соответствует установленной ёлке. Никто этому и не поверит. У нас же так и принято. Где выделяются деньги, там и воруют. На официальной странице нет никакой информации о том, как распределялись деньги. То, что перед общественностью информация скрывает, наводит на мысли, что здесь не всё чисто, говорит Абдуджапа Райткулов. «Такое ощущение, что что-то тут не договаривается. Вот, например, на днях стало известно, что назначенный тендер в Министерстве транспорта и дорог был решён в пользу своих же людей. Если бы мэрия провела тендер открыто с участием общественных представителей, то не возникали бы такие вопросы». Напомним, месяц назад генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении сотрудников Бишкек-Свет и мэрии столицы, которые были уличены в злоупотреблении должностным положением. Таким образом, государству был нанесён материальный ущерб в размере 7 миллионов 849 тысяч 600 сомов. На новогодние украшения мэрии Аша тоже был проведён тендер. Сколько компаний участвовало и каким образом был проведён тендер, на эти вопросы ни один эксперт нам не смог дать внятного ответа. Генжую Мамат Садыкова, Улукпек Нарматов, Новости Ошперим.